Консилер это очень важная штука, потому что это единственное косметическое средство, которое реально скрывает какие-то недостатки на лице. И летом его очень трудно удержать на лице, да и не только летом, а круглый год мы сталкиваемся с проблемой, что консилер скатывается зачастую в морщины, или просто он где-то уползает с нашего лица, стирается, и тем самым все наши недостатки выползают обратно наружу и показывают свое гадкое лицо. Сегодня я вам расскажу, как идеально нанести консилер, а также его закрепить для того, чтобы он выглядел натурально и продержался на протяжении всего дня. Демонстрировать я вам это буду на зоне под глазами, потому что эта зона зачастую наиболее проблематичная, потому что если есть какой-то прыщик или какое-то пигментное пятно, зачастую там особых проблем нет. Вы просто наносите консилер на эту зону и потом его закрепляете по той же схеме, по которой я вам буду сейчас рассказывать. Что же касается зоны под глазами, то очень-очень много людей жалуются на то, что консилер отказывается держаться, и самая главная проблема в том, что консилер либо заваливается в морщины, если его ничем не закрепить, и если закрепить, то также жалуются очень многие, что зона под глазами пересушенная, выглядит отвратительно, все морщины тоже подчеркнуты, в общем-то, что ни делай, получается, что если закрепить морщины подчеркиваешь, если не закрепить морщины подчеркиваешь. Так вот, я этой техникой начала пользоваться после того, как узнала о ней из снапчата Марио Додимановика. Это очень классный визажист, вообще мой кумир, потому что он макияжи делает настолько, вот, я не знаю даже, как их описать, наверное, какой-то натуральный гламур, вот как-то так бы я их описала. Нет ничего там такого сверхъестественного на лице, но в то же время он настолько круто, вот, подчеркивая все достоинства, настолько круто, как-то вот именно и гламурно выглядит лицо. Короче говоря, мой огромный кумир, и в плане именно натуральности макияжа ему вообще нет равных. И первое, что нам нужно сделать для того, чтобы нанести консилер под глаза, я буду использовать жидкий консилер. У меня это от Bourjois, называется он Radiance Reveal. Наносим мы консилер, в принципе, достаточно стандартным способом, начиная от внутреннего уголка носа, там, где зачастую прячутся наши такие синевато-фиолетовые вены. Идем вдоль носа и наносим именно на зону орбитальной кости. Обратите внимание, что я не наношу консилер на зону конкретно ресничного края, там вот чуть-чуть ниже ресничного края, потому что в этой зоне как раз-таки располагаются все эти мимические морщинки, в которые любят забиваться консилеры жидкие. И в эту зону я как раз-таки не наношу консилер, то есть я именно больше сосредотачиваюсь на вот этой вот зоне, а под самим глазом я ничего не наношу. Дальше я беру спонжик, вы можете брать любой, лучше это делать как раз-таки спонжем, потому что спонж впитывает излишки косметики. Если вы будете наносить, вернее растушевывать консилер пальцами, то пальцы ничего не впитывают, вы просто выбьете довольно большой слой консилера, и таким образом он у вас в любом случае скатается. Скорее всего он у вас скатается под глазами и забьется в морщинки. Поэтому берите спонж, это максимально натуральный эффект создает. И вы его легко вбиваете и вбиваете в зону тоже именно под ресницами тоже. И как я уже сказала, из-за того, что вы используете спонж, спонж, кстати, желательно, чтобы был влажный и хорошо выжатый, и из-за того, что вы используете спонж, он и распределяет, и впитывает излишки. Вот это как раз такая вот идеальная золотая середина. После того, как вы нанесли, вам нужно консилер закрепить. Для этого мы тоже используем спонж. Я для этих целей использую вот такой вот спонж яичком по типу бьюти-блендера. У меня это конкретно от Фаберлик. Этот спонж опять-таки мочим, очень хорошо выжимаем, прям вот так вот через полотенце выжимаем очень хорошо, чтобы при касании чувствовалось, что он влажный, но вообще просто немалейшей капли воды из него выдавить нельзя было. После этого мы берем какую-то нашу рассыпчатую пудру. У меня это пудра Джина Мангрей. Это был подарок моей подруге, и, к сожалению, я не знаю, где ее купить. Но, по сути, я со многими пудрами это делала, и эффект был очень похож. Кончик вот этого вот спонжа я макаю вот так вот в пудру, и получается, я захватываю совсем немножко этой пудры. Не нужно, я не знаю, огромное количество, да. Я уже делала видео на тему запекания тональной основы. Там я использовала очень много пудры, но эта техника пересушивает кожу, хотя эффект очень классный. Вообще эффект реально как в фотошоп. Но если вы хотите пользоваться этой техникой ежедневно, и не хотите, чтобы это пересушивало вашу кожу, возьмите буквально совсем чуть-чуть. И после того, как вы нанесли эту пудру на спонж, наносите аккуратными вбивающими движениями это в зону под глаза. Растушевывайте это до тех пор, пока пудра не сольется полностью с вашей кожей. И я не знаю почему, но конкретно из-за того, что спонж влажный, он как будто растворяет пудру на лице, закрепляет консейер, и выглядит это просто безумно натурально. Морщины все как-то сглаживаются, их, ну не то чтобы они пропадают, они реально как, знаете, как свет над ними рассеивается, это все сглаживается, и кожа выглядит намного моложе, чем вот было до нанесения. Также просто огромное преимущество этой техники заключается в том, что, ну конечно держится это целый день вообще без проблем, и еще одна особенность, что кожа под глазами становится настолько бархатной, и вот настолько какой-то вот такой вот как скользящий бархатный, что когда вы делаете макияж, даже если у вас осыпаются тени, их элементарно просто убрать какой-то кистью, то есть вы буквально кистью сухой смахиваете их, они не размазываются, не пачкают зону под глазами, вот так вот как веником вы просто подмели, и все, их нет, даже следа от них нет. Если вы раньше этой техникой не пользовались, то пожалуйста испробуйте ее на себе, я практически уверена, что вы останетесь довольны, и это действительно на уровень поднимет общий вид вашего макияжа, и скорее всего вы подсядете на эту технику, так же как и я. На этом я буду заканчивать это видео, если оно вам понравилось, поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!